всем привет сегодня мы с вами будем плести еще кое-что наподобие корзинки но это будет сюрпризом в конце видео потому что сначала я не буду говорить что это будет это будет как бы корзинка да но совершенно другой формы не такой как к примеру вот допустим вот такая вот ходить за клубникой вот корзиночка оставим ее здесь или вот как например такая с которой можно ходить за грибами вот она у меня уже несколько лет эта корзинка держится и хорошо держится в общем сейчас начнем плести потом я вам покажу что мы сплетем или вы сами увидите когда видео закончится итак у меня подготовлены мягкие черные ленточки и белые тоже мягкие ленточки сначала я выкладываю ряд черных ленточек чтобы сделать донышко выложим вот так вот если можно было зажимать чем-нибудь он напишите если что в комментариях чем можно зажимать вот эти ленточки чтобы они у меня не разбегались в самом начале процесса так пока этого хватит это лишнее мы уберем в сторонку потому что то что я хочу сделать оно не должно быть большим не должно быть слишком широким и так я зажимаю и делаем первое вплетение так так тихонечко аккуратненько раз вставляем вторую как всегда чтобы они заходили ровно друг за дружку потом просто-напросто можно будет их подровнять чтобы не было слишком больших зазоров между лентами еще раз я говорю что эту ленту можно купить или в строительном магазине где-нибудь или даже ну не знаю в бытовой химии вряд ли в строительном магазине или где-нибудь на базаре или даже просто прийти на какую-нибудь фирму и спросить если у них есть упаковочный материал который мне нужен идет на на выброс то попросить у них не думаю что они вам откажут чтобы дать парочку таких лент значит черные ленточки у меня получили с размером вот не кто-то говорил я сейчас опять забыл в комментариях мне говорили почему я держу в секрете длину этих ленточек никакого секрета здесь нет черные ленточки у меня длиной 40 45 сантиметров белые ленточки где-то сантиметров 35 это вот для того предмета который я сейчас буду плести для обычной стандартной корзинки конечно же размеры другие потому что то корзинка а это ну можно сказать маленькая авосечка хотя сумку которую я делал из этих лет я уже показывал в прошлом видео туда у меня действительно ушло очень много ленты и ушло очень много времени на плетение этой сумки сумки авоськи вот так для тех кто еще не работ получается у нас вот такая вот пока что плетеночка сейчас мы ее переплетем дальше спокойненько тут уже можно отпустить потому что ленточки уже относительно плотно держатся друг за дружку не не поразлетаются никуда так вот сюда сюда я же и переложим опять и вот так вот мы сейчас заплету ну побежала да ну кто-нибудь подскажите в комментариях если смотрите что можно использовать в качестве предварительного зажима для вот этих ленточек чтобы они не разбегались потому что обычные которые люди кустари этим занимаются они не хотят раскрывать своих секретов хотя во многих видео видно что и как они делают но чтобы к примеру сказать кому-то вот посмотри как это делается легче и быстрее они этого не хотят ну не хотят так не хотят будем сами до всего доходить подумаешь велика беда эти корзинки я плету потому что нужно не хочется что что-то попробовать я уже говорил что мне никто не подсказывал не рассказывал как плести эти корзинки поэтому поэтому до всего пришлось доходить самому если у кого-то есть какие-то советы уплетение этих корзинок или еще как-нибудь мы их охотно выслушаем на заседании на очередном заседании нашего политбюро так это первая часть у меня пока готова сейчас я нарежу еще таких белых ленточек и продолжим видео так я нарезал еще две черных ленточки чтобы сделать их по краям и дополнительно потому что я ну не рассчитал не рассчитал я ленточки потому что то что я делаю сейчас я делал всего-навсего один раз хотел сделать один предмет получился другой и тот который у меня получился предмет выглядит довольно таки неплохо поэтому я решил сделать его вернее повторить плетение этого предмета спустя пару лет давай заходи так сделаем сейчас вот так потом мы эти ленточки прогоним все на серединку сейчас секундочку лишний хвостик отрезаем так заплетаем сюда закладываем вот сюда сюда и сюда так в принципе теперь мне нужно сейчас их всех подогнать сюда наперед так вот это мне еще нет это я это я пока уберу это мне будет лишнее сейчас я уплотняю наше донышко вот это вот черной ленточкой сюда вот так вот и подгоняю белые под нее естественно пока я подгоняю я подравниваю вот эти вот белые так раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать так еще раз раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять тринадцать четырнадцатую ставим сюда вот вот так почему именно сейчас мне важно чтобы было четное количество ленточек сейчас я вам это покажу и вы поймете так вот теперь у нас получилось здесь четырнадцать ленточек теперь отсчитываем раз два три четыре пять шесть семь раз два три четыре пять шесть семь вот вот у нас тут семь ленточек теперь мне нужно просто напросто взять и загнуть половину сюда тут вот мне как раз было бы очень сподручно если бы был какой-то елки палки зажим при помощи которого я могу их аккуратно загнуть чтобы они у меня не повылетали ну ничего аккуратненько легонечко ленточки начинают расползаться но мы их поймаем и заплетем обратно так вот такая вот получилась у нас билиберда вот такая получилась билиберда да теперь я хотел тогда два года назад сплести круглую корзинку но для того чтобы плести круглую корзинку из такой ленты это нужно чтобы эта лента была очень податливая и жутко мягкая а у меня нет возможности использовать эту ленту для плетения круга и так сейчас я просто напросто буду стараться загнать эти ленточки друг за дружку по кругу вот сейчас действительно будет сложно но ничего как никак это все таки у меня был первый раз когда я такое делал так так сюда спокойно поэтому ленточку одну я протягиваю сюда наперёд так выставляем надо зажать чтобы они у меня не расползались ёлки-палки и теперь так эту ленту я выставляю сюда и аккуратно вот эту ленточку под первую так сейчас здесь и немножечко протяну сюда аккуратно под первую я вплетаю чтобы у меня получился первый пробный кружок или вот этот ободок для того чтобы она у меня не начала не дай бог расползаться так тут зажал теперь я просто переворачиваю вот эту вот сумасшедшую конструкцию вот и пытаюсь вплести ее дальше так сейчас и здесь отрежу лишний лишний хвостик по кругу и тогда у меня будет более-менее что-то проклёвываться скажем так нафиг я тебе так берем нашу ленточку и аккуратно ее сюда вплетаем когда я сделал первый свой такой вот пока будем его называть предметом тогда я понял почему у людей получаются такие аккуратные ровные корзинки вернее ровные края на корзинках потому что они каждый круг оборот своей корзинки просто напросто проплетают отдельной лентой я же этого не делал я брал цельную ленту и прогонял ее до тех пор пока она не закончится так лишнее мы потом отрежем то что нам не будет нужно так итак первый самый нижний круг у нас готов кто-то может сказать а что ж ты блин не плетешь то сверху чтобы зажать всю эту фигню сверху я пока еще не могу заплетать потому что мне нужно будут эти края загибать так первое вроде бы у меня получилось сейчас будем протягивать вторую ленту точно так же как и первую ленту немножко вот так вот и потом посмотрим что у нас получится лента за ленту бабка за детку детка за репку что там у нас было дальше детка за репку бабка за детку внучка за бабку жучка за внучку кошка за жучку мышка за кошку так нет только по моему все было наоборот и вытянули репку так теперь мы протягиваем здесь вот эту вот ленту она нам сейчас не нужна она у нас была как вспомогательная эта лента и вот эту белую ленточку мы заносим с этой стороны заплетая ее вот так вот сюда видно там нет что я в камеру не смотрю я смотрю на то что я здесь заплетаю на то что я здесь заплетаю вот так вот так вторая получилась вторая получилась так у меня сейчас у меня сейчас у меня сейчас у меня сейчас перекладывать вот так вот каждый раз для того чтобы не напутать нигде ничего вот так вот это я вправляю сюда вот так вот аккуратно вплетаю загоняю вот сюда вот все такая вот вещица у нас получается первую мы немножечко подправим здесь у нас не располагалась почему потому что когда лента скользкая ней очень неудобно заплетать очень неудобно заплетать вот так вот так ну-ка выходи сейчас мы ее с этой стороны вплетем вот так вот под черненькую сверху пойдет обязательно нужно делать так чтобы на этих краешки на ленточках подрезать чтобы они были по диагонали остренькими так они легче и удобнее заходят под ленту которую мы плетем так и вот сюда вынимаем а теперь проматываем ее еще разочек стягиваем здесь немножечко аккуратненько и с этой стороны проплетаем снова раз вот смотрим два два не убегай четыре переворачиваем и вплетаем снова чем больше получается слоев тем стабильнее прочнее будут наши стенки на вот этой вот так сказать корзинке а у меня вот эти вот разбежались стороны ничего мы с ними разберемся так теперь берем вот это вот аккуратно протягиваем ленточку сюда почему я делал по две потому что я ленту в ленту вплетать это очень сложно в данном случае поэтому я просто протягиваю одну и на ее место вплетаю ленточку которая у меня получилось как зеркальное отображение после складывания вот этой вот маленькой кошелки корзинки напополам так проходим прогоняем вытаскиваем лишний хвостик так есть пока так тихонечко держи здесь сейчас мы эту ленту будем натягивать чтобы она у нас держалась крепко так этот хвост мы сейчас просто-напросто отрежем этот хвост нам сейчас уже не нужен все отлично и вот этой вот стороной мы сейчас просто-напросто проплетем так тут у нас сечется лента и когда лента сечется проще отрезать лишний кусок чем мучиться пытаться ее продвинуть на лишний вот этот вот кружок на плетение вот такие вот у нас дела у нас на улице у нас на улице сейчас офигенная погода сколько градусов 25 градусов тепла 4 часа дня сегодня у нас 20 мая не удивляйтесь что видео выходит не в тот день в который оно снималось у меня на канале очень много разных видео которые запланированы на выход в эфир поэтому такие вот два так ну что у нас тут получается получается масенькая такая вот кошелочка сейчас мы эту кошелочку еще подровняем так протягиваем эту ленточку сюда вперед начинаем вплетать вот эту ленту так вот и аккуратненько по этой ленте вплетаем соседнюю ну давай заходи вот так вот у нас сейчас еще одна неделя и все можно будет ехать на поле собирать клубнику корзинки у меня есть для сбора клубники так что лишнюю тару покупать не имеет смысла у нас каждый год тут весной во многих магазинах вот эти вот типа как копеечные там кик тому подобное всякая ерунда в этих магазинах у нас продаются разные такие вот типа корзинки плетенки всякая еще другая дрянь для того чтобы люди рано вытащил ленту рано вытащил ленту для того чтобы люди там ходили там за ягодами и так далее ну естественно чтобы не просто шли а купив корзинку именно в их магазине вот вот что происходит когда рано вытаскиваешь ленту все все теперь я просто напросто вот этот край вот этот край с этой стороны протягиваю вперед сюда здесь переметаем поворачиваем нашу конструкцию и проплетаем дальше чтобы она у нас не расползалась кстати такая вот фигня может подойти для древнего сотового телефона хранилище елки палки типа блин если кому-то сотовый старый телефон Nokia 5110 или еще какой-то дурах как память так сделал одно дело теперь мы поступаем с вот этими оставшимися ленточками точно так же а дальше будем из этих я потом в конце вам покажу куда у меня деваются вот эти вот ленты после того когда я одну вытаскиваю а вторая остается вот получается такая вот дребедень такая вот дребедень получается и чтобы лента на ленту не наползала вот эти вот боковые как в зеркальном отражении я просто-напросто одну вытаскиваю на ее место вплетаю другую да такой вот несколько необычный способ плетения но тем не менее у меня это получается в какой-то степени так так сейчас сейчас мы его немножечко протянем теперь я уже знаю свою первую ошибочку ленточку я вытаскивать заранее не буду я буду вплетать по этой ленте потом уже когда она мне не нужна будет тогда я ее вытащу совсем дополнительно вот эту вторую ленту чтобы она у меня вот скажем так не путалась под руками вот такие вот дела да 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 так готово ну теперь я могу спокойно вытащить вот эту ленту отсюда все с этой стороны я закончил переворачиваю вот эту вот конструкцию эту ленточку я проталкиваю наперед тихонечко легонечко вот так вот она уходит потому что она очень мягкая лента и она поддается давлению она поддается всем вот этим вот движением жесткая лента так легко не пойдет если она один раз согнулась она уже согнулась все потом когда я сделаю основную вот эту работу я просто-напросто вот эти ленточки немножечко подровняю чтобы они выглядели аккуратно и не торчали одна больше другая меньше так вплетаем опять сюда сюда вот у меня сейчас получилось типа лишних пять ленточек как бы лишних пять ленточек ну ничего это не страшно теперь я буду делать оплетку вот с этой вот ленты с черной ленты но чтобы у меня она не вылетела мне нужно сначала сделать вот эти вот движения загнуть несколько вот этих вот краевых ленточек сюда чтобы та лента которая у меня будет заплетаться не выскользнула наружу так с одной стороны я вроде бы сделал теперь переходим на другую сторону делаем точно так же с внутренними выгибаем их наружу вот смотрите раз два ну и вот это вот сделаем так три пока пока три теперь вот эту вот ленту я немножечко протягиваю сюда наперед вот для того чтобы вот эту вторую ленту вплести на ее место кто-то скажет ты страдаешь фигней блин я все не так получается ты все не так делаешь ну каждый делает по-своему я уже говорил что мне никто это не объяснял не показывал до всего пришлось доходить самому так неправильно сделал уже неправильно сделал еще раз значит так а вот все вот теперь пошло вот теперь пошло стоит допустить малейшую ошибку и нафиг вся твоя работа идет коту под хвост так вылезай вот такие вот у нас получаются дела вынимаем эту ленточку убираем ее в сторону теперь вот эту ленту я один ее край протягиваю сюда ко мне оставляю наступаю там здесь зажимаю и вот так вот проплетаю дальше теперь я просто напросто переворачиваю вот эту вот страшную конструкцию жесткая лента это в таком отношении очень плохо подходит для плетения потому что потому что нужно прикладывать намного больше усилия к жесткой ленте чтобы ее загнуть чем к мягкой поэтому я и говорю что для такой вот маленькой маленькой ерунды нужно брать мягкую ленту так тут у нас было что тут у нас было вот так так ну правильно правильно это пока было правильно а елки-палки вот такие вот у нас получается необычные блин дела поэтому если вы захотите сделать примерно то же самое что делаю сейчас я старайтесь брать мягкую ленту а не жесткую потому что с жесткой возникнут блин проблемы вот как сейчас у меня и потом будет очень сложно все это выровнять очень сложно все это будет выровнять для того чтобы сейчас оно у меня не расползлось это мне нужно это мне нужно вот так вот сейчас делать практически на каждом крае практически на каждом крае потому что с одной стороны я как бы уже закончил основное плетение сейчас я вот здесь просто прогоню вот эти края хвосты вот эти сюда в плиту вот так вот чтобы дальше закончить вот с этим вот черным ободом отрезать я пока их не буду ни одного чтобы как говорил код матроскин не нарушать отчетности кстати как вам новые мультики про кота матроскина я считаю что такой вот скажем ремикс не лезет ни в какие ворота хотели на успехе первого мультика сделать себе сумасшедший успех создав вот этот вот непонятно какой то блин компьютерный сериал ну я не знаю те кто не видел оригинального простоквашина могут сказать что это классный мультик я же посмотрел несколько серий этого нового мультика и понял что это не мультик а фиг знает что так вот такая у нас получается дребедень такая у нас получается дребедень и сейчас эту дребедень я попытаюсь закрепить так чтобы она у меня не расползлась потому что получается тогда вся работа на смарку вот так вот а это сейчас будет довольно таки сложно ну если заниматься ежедневно если это делать постоянно как средство для зарабатывания на хлеб в смысле плести такие корзинки и выходить продавать их где-то на рынке или на базаре или через интернет на ebay как эти хэштег то может быть и быстрее все дело шло бы так вот получилось у нас вот такая вот ерунда но эту ерунду надо довести до ума чтобы ее довести до ума нужно в первую очередь сделать вот такой вот глаз такая вот штучка получается и теперь наружные ленты я просто напросто должен обрезать до приемлемого размера чтобы наружные ленты вплести внутрь я их подрезаю вот таким вот углом по диагонали так мне будет их намного удобнее и проще вплетать внутрь самой корзинки потому что очень длинную ленту вплетать сложно если она мягкая проблем нет если она жесткая вот как у меня вот такая полу жесткая черная лента то это очень сложно делать и так у меня получается такая конструкция сейчас мы будем эту конструкцию доводить до ума в первую очередь загибая наружные ленточки внутрь сначала я их загибаю с одной стороны и потом начинаю вплетать вот смотрите аккуратненько сюда под эти белые ленточки вплетаем один вплетаем 2 вот так вот вплетаем 3 хвостик самое мерзкое это вот этот по краям но тем не менее оно более-менее получается так с одной стороны сделали теперь точно так же делаем с другой стороны загнул вплел загнул вплел и вот это точно так же раз надо вот кошелечек для пары копеек ходить за батоном хлеба в магазин так получилось несколько кривовато но сейчас все это исправим сначала я проплету вот эту вот ленту здесь по краю чтобы она у меня вышла более-менее нормально и солидно и вот это вот лента проплетенная несколько раз потом выгнет вот эту вот маленькую конструкцию заставив ее выглядеть вверху кругло сейчас я вам покажу это так идем дальше проплетаем так теперь я так сюда ее вставим хвостик чтобы лишний раз его не отрезать теперь я просто-напросто протягиваю эти ленточки сюда вниз здесь точно так же вот эту вот ленточку еще стянем зачем мы их не будем обрезать мы их проплетем мы их проплетем по всем сторонам это придаст прочности и стабильности вот этой вот конструкции предназначение которой я вам совсем скоро через несколько минут раскрою вот такие вот у нас получаются края у этой маленькой конструкции конечно если у вас есть допустим возможность и доступ к получению ленты разной жесткости прочности то вам и говорить со мной не о чем потому что вы можете плести корзинки какие угодно и сколько угодно ну я к примеру могу тоже плести сколько угодно корзинок было бы просто желание настроение и время но когда все эти факторы между собой не стыкуются особенно когда у тебя нет времени то тогда плетение такой корзинки ну не такой корзинки это не корзинка кое-что другое тогда это все упирается в тупичок в тупичок гоблина да вот так сюда сюда так вот и сюда вот такие вот дела лишнее мы отрезать всегда успеем как там в поговорке семь раз отмерь один раз отрежь так сейчас мы здесь прогоним разочек по краешку давай-ка заходи сюда заходи не бойся выходи не плачь да старпюры поймут о чем так вот такая у нас уже получилась хоть кирпичи в ней носи в этой фигне но мы еще не закончили мы еще не закончили заплетаем вот этот вот лишний хвост сюда ну давай так проходи так ну вот теперь можно вот эти вот лишние хвосты просто-напросто обрезать они нам сейчас уже не нужны вот эти вот черные отрезаем и избавляемся от них они нам уже не нужны так теперь подравниваем наши белые ленточки чтобы они у нас были ровненькими и аккуратненькими вот так вот прогоняем их через все слои плетения вот так вот сюда подхватываем хвостик и вытаскиваем и все будет тогда нормально вот такая у нас получается вещица эти хвостики два мы сейчас уберем они у нас сейчас лишние так ну давай отрезайся убрали так этот лишний хвостик отрежем аккуратненько все вывозили так сейчас мы для красоты будем доводить эту нашу вот такую конструкцию до ума вплетая сюда белую ленточку так оно будет лишний хвост у меня появился здесь у меня здесь появился лишний хвост его надо убрать все сейчас мы ее здесь проплетем по кругу и все будет просто напросто отлично вот это вот аккуратненько подтягиваем сюда вот так а это сюда все ушло главное чтобы оно не выскользнуло а то будет вечное плетение с одной стороны заплетаем с другой стороны оно выползает вот такие вот дела вот такие вот делаем теперь вот это вот заплетаем поверх хвостика аккуратненько 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 так и догоняем ее здесь до конца вплетая настолько глубоко насколько это можно потому что лишний хвостик отрезать можно всегда лишний хвостик это лишний хвостик вот здесь мы его сейчас отрезаем все итак смотрим что же у нас получилось 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 у нас вот такая вот мастеренькая корзиночка которую мы сейчас снабдим маленькой ручкой и ручку эту мы сделаем из белой ленточки как мы будем делать эту ручку а вот так так ну просто-напросто сейчас ее вплетем сюда вот так вот аккуратненько ручка у нас будет только с одной стороны для чего я вам сейчас покажу для чего так это сюда ручка у нас будет тоненькая потому что как там кто-то говорил ну что я художник я так вижу да раз-два раз-два ну-ка иди сюда угу сюда сюда раз два три вот такие вот дела теперь мы просто загибаем и выплетаем ее обратно чтобы она у нас не выискнула из нашей корзинки ну хорошо назовем это пока так корзинкой это прототип но это не прототип у меня уже есть один такой предметик но о его предназначении я вам все-таки не говорил все это видео поэтому я сейчас закончу и скажу что это у нас будет так не убегай не убегай так возьмем-ка мы еще одну ленту потому что здесь у меня получился вот такой бардак чтобы этого бардака не было нужно проплести просто-напросто вот так вот сверху сделать раз-два уплотнить обод нашей вот такой вот цветочной корзинки чтобы ручка не сдвигалась в сторону так мы сейчас его немножечко протянем вот этот хвостик видите хвостик уходит вот отлично раз два такая маленькая миниатюрная декоративная получается корзиночка подвесная для обычных комнатных цветов я говорил что в конце видео скажу что мы делаем вот говорю так лишний хвостик мы сейчас отрежем вот получилась такая маленькая корзиночка такая корзиночка а вот еще одна такая же корзиночка только немножко побольше вот тоже декоративная для того чтобы сюда можно было посадить фиалки там еще чуть не знаю немножечко сюда перегну я земли на крючок повесили на балкон и пользуемся корзиночками для маленьких для маленьких цветов или для рассады вот такие вот дела ну вот это то что я сделал два года назад вот такая вот маленькая корзиночка для цветочков на балкон это то что вот я сделал сейчас вот такая вот вещица ну и конечно же мои корзинки из той серии из того огромного количества корзинок которые я делал когда-то кому раздавал кому продавал для похода за грибами для похода за ягодами не забудьте подписаться на канал поделиться видео с друзьями поставить лайк нажать на колокольчик и всем удачи пока 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 не забудьте